Приближающих им после борьбы, как они поедут во встретение жениха, как получат блестящие светильники, как с большую славу и смелость войдут в брачный чертог вместе с царем, как будут листать больше всех близ его престола и седалищ в царстве. Об этом он не сделал и кратко упоминания, но как выше, так и ниже упоминает об освобождении житейских неприятностей. За лучшее, признаю, говорит он, хорошо человеку оставаться так, вместо того, чтобы сказать, виду будущих благ, говорит по настоящей нужде. Далее опять сказав, если девица выйдет замуж, не согрешит, и умолча по небесных дарах, которых она лишила себя, говорит, таковые будут они скорби по плоти. Это он делает не только до сели, но и до конца, и опуская указания на будущих блага, снова приводят ту же причину. Время, говорит, уже коротко. И вместо того, чтобы сказать, я желаю, чтобы вы блистали на небесах, и велись гораздо славнее вступивших в враг, он и здесь продолжает говорить, да я хочу, чтобы вы были без забот. 1-й Коринфянам, 7-32. Так поступает он не только в этом месте, но и беседа, и перенесение, и употребляет тот же способ увещания, сказал, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет напоеву. Время, 12-20. За поведок такое дело, повелев преодолевать потребность природы, боролся с таким невыносимым пламенем, он в словах о наградах умолчал, о небе и небесном, и указал воздаяние за это во вреде для оскорбителя. Делаясь ей, говорит, ты соберешь ему голову на горячие угли. Время, 12-20. Для чего же он употребляет такой способ увещания, ни по неведению и незнанию, как можно склонить и уберить слушателя, но потому, что он больше всех людей отличался от этого добродетеля, то есть способностью убеждать, откуда это видно, из сказанного им. Где и каким образом? Но беседовал с Коринфянами, мы сначала разберем сказанное им одевствие, в которых он, «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». 1 Коринфянам 2.2 «С которыми он не мог говорить, как с людьми духовными, и питал их еще молоком, ибо они были плотскими, за что и упрекал их в этом послании. «Ибо вы были еще не в силах, — говорил он, — да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». 1 Коринфянам 3 глава 2-3 стихи. «Посему он побуждает и действует планетам от брака земными благами, видимыми и осязательными. Он хорошо знал, что людей малодушных, низменных и приверженных еще к земле можно скорее привлечь и поощрить земными благами. Почему, скажи мне, многие из людей невежественных и грубых и в маловажном и важном деле без страха клянутся Богом и нарушают клятву, а не решатся начать клятву головой у своих детей. Хотя нарушение той клятвы и наказание за них гораздо больше, чем за последнее, но они все-таки скорее употребляют первую клятву, чем вторую. Так как так и относительно помощи бедным на них не столько действуют слова о Царстве Небесном, хотя бы часто повторяемые, сколько надежда на что-нибудь полезное в дешней жизни и для их детей, и для них самих. Они тогда особенно склонны к такому попечительству, когда надеются получить облегчение от продолжительной болезни, избежать опасности, достигнуть какой-либо власти и начальства. И вообще оказывается, что большинство людей скорее убеждается тем, что близко перед ними, что больше действуют на их чувства, то скорее побуждает их добрым делам и сильнее устрашает дурных. Посему и Павел так говорил Каримфинам и Римлянам, побуждал перенесения битв настоящими благами. Слабая и оскорбленная душа не так легко отбросит яд гнева, если уж услышит о Царстве Небесном и получит отдаленные надежды, как тогда, когда будет ожидать наказания обидевшему. Итак, желая пресечь корень злопамятности и пока успокоить гнев, он приводит то, что было действительное для утешения обиженного, не лишая его назначенной награды будущим, но стараясь пока вывести его каким бы то ни было образом на путь любомудрее открыть дверь к примирению, ибо самое трудное дело приступить к началу подвига, о поступлении труд бывает уже не так велик. Но Господь наш Иисус Христос не так поступает, беседуя как о детстве, так и о перенесении битв. Беседуя первым, Он указывает на Царство Небесное, ибо есть копцы, говорит Он, которые сделали сами себя с копцами для Царства Небесного. Матфея 19, 12, когда же Он увещает молиться за рабов, кто не сказал ничего вреди для обидевших и не упомянув о горящих углях, но предоставив говорить все это к людям малодушным и низменным, побуждает к этому высшими благами. Какими же? Да будете говорить сынами Отца вашего Небесного. Матфея 5, 45, смотри, сколь великая награда, потому что слушатели Него были Петр, Ряков, Иоанн и сон прочих апостолов. Посему Он и побуждал их духовными наградами. И Павел сделал бы то же самое, если бы речь его относилась к подобным людям. Но так как он говорил Коринфянам, весьма несовершенные тоны указывают им на ближайшие плоды трудов, чтобы они охотнее приступили к упражнению взобродетеля. Посему и Бог награждал иудеев не упоминая о Царстве Небесном земными благами. А задумные дела угрожал не гиенную, но несчастьею в этом веке. Голодом, язвую, болезнями, воинами, пленом и тому подобным. Ибо люди плоские скорее этим удерживаются и этого более боятся. И менее заботятся о невидимом и настоящем. Поэтому Павел останавливался больше на том, что особенно могло подействовать на их грубость. Кроме того, он хотел показать то, что некоторые другие добродетели, возлагая на нас много трудов, все плоды собирают в будущем времени от детства, при самом подвижничестве в нем доставляет нам немалое воздаяние, освобождая нас от таких трудов и забот. Вместе с тем, он предложил еще нечто третье. Что же? То, что это дело должно считаться в числении невозможных, но весьма возможных. Он делает это очень пространно, объясняя, что брак имеет весьма много неудоб. Как бы так, обращаясь к кому-нибудь, это дело кажется обременительным и трудным, но я потому самому и предлагаю тебе приняться за него, что оно весьма легкое, так как доставляет нам гораздо менее забот, нежели брак. Жаль мне вас, говорит он, и не хочу, чтобы вы имели скорби, потому и не желаю, чтобы вы вступали в брак. Какую же скорбь может быть, скажет кто-нибудь. Напротив, мы находим, что брак доставляет большое удовольствие, наслаждение, и во-первых, удовлетворение страсти со всей свободой и беспричинения какого-либо насилия природе, немало служит к облегчению, а потом, и остальная жизнь освобождается от уныния и нечистоты, и бывает полна приятностей, веселья и радости. Ибо люди, угождающие плоти роскошным столом, нежными одеждами, мягкую постелью, постоянными омовениями, благовониями и вином, нисколько не уступающим благовониям и многими другими и различными излишествами, следствие брака доставляет ей большое наслаждение. Продолжение следует. Продолжение следует...